Бизнес лихих 90-х. История подземных рабынь Александра Комина. В 90-х, когда Совету рухнули и всем захотелось вдруг стать кооперативщиками со своим собственным бизнесом, преступность достигла своего апогея. То, что в те годы промышляли братки, бандюги, это ни для кого не новость. Челнаки мотались в Турцию и Китай за шмотем. А кто-то пошел дальше, завел себе рабов, которые шили вещи в неволе. И я сейчас не о вьетнамцах, строчивших и живших в подвалах, а о простых женщинах, портнихах, которые выживали, как могли частными заказами, но волей урока стали рабынями маньяка Комина. В начале 90-х в городе Вятские Поляны рядовой электрик Саша Комин решил создать свой собственный пошивочный цех. У него не было машины, но имелся небольшой гараж. Конечно, сделать цех из гаража сложно, а вот под землей пространства много. Так он и решил вырыть бункер. А в помощь к себе взял теску Михеева, который имел инженерское образование и стал мозговым центром и рабочей силой в создании заветного подземелья. В 95-му году бункер, состоящий из четырех комнат, был готов. Там было устроено все, и электричество проведено, и вентиляция сделана, и даже был примитивный лифт. Лестница в бункер находилась под напряжением, это на тот случай, если пленники захотят сбежать. Осталось лишь найти работниц. Первой рабыней стала Вера Толпаева, любительница компании выпивки. Ее Комин встретил в январе 1995 и позвал в гараж отмечать Старый Новый год. Там Толпаеву опоили клофелином и в бесчувственном состоянии спустили в подвал. Она была идеальной пленницей. Выполняла все прихоти своего похитителя. Но был у нее главный минус, она не умела шить и учиться этому ремеслу не хотела. Зато она предложила в качестве рабыни свою соседку, партниху Татьяну Мельникову. Если понравилась статья, буду рад, если поставите лайк.